Девушки отдыхают И это благословение И это как начинается отрывок Торы Но перед тем, как мы начнем этот отрывок Торы Я хотел бы поговорить чуть-чуть об этом отрывке Торы Какой сейчас праздник? Это праздник Шикот И о чем молится каждый Шикот в Израиле? Они молятся о дожде Это пустыня И они хотят, чтобы пришел дождь И не молятся о дожде И посмотрим на Второй Законе 32 глава 2 стих Бог сказал Его слово польется как дождь Польется как дождь учение мое Это значит, что оно везде будет Или везде упадет И как роса речь моя Как мелкий дождь на зелень Как ливень на траву И мы видим, что это тот малый или мелкий дождь Кто из вас знает дожди в Сиатле? Это не что, как дожди на востоке Знаете эти ураганы? У нас нет этих ураганов У нас есть этот маленький мелкий дождь А на этот нет сильный ливень С молнией и громом Ну да, у нас бывает и молния и гром Но у нас нет этих сильных ураганов Божье слово Оно не как те ураганы А это как мелкий дождь Который приятный Который нежный Который легко принимается Итак, Осия 6 глава 3 стих Итак, познаем Будем стремиться познать Господа И какая разница между Этими двумя фразами Будем стремиться познать Господа Я знал президента Регина Но я не стремился Я не стремился познать Его Я знал, что Он существовал Но я не хотел познать Его лично Многие верующие знают, что Бог существует Но они не знают Его на личном уровне И мы должны стремиться Чтобы познать Его на личном уровне И как можете ли вы кого-либо познать? Проводите время Проводите время с ними Итак Как можем мы ожидать Поосновать Господа Если мы не проводим время В чьении Его слова В молитве Это все об отношении Это не об осознании факта Потому что дьявол верует в Бога И он переживает об этом Посмотрим Иезекиилия 34, глава 26 Бог говорит И Господь будет царем над всею землею В тот день будет Господь един и имя Его един А в Иезекиилия 34, глава 26 Написано Даруи им и окрестностям холма Моего благословения И дождь буду не спас В свое время Это будут дожди благословения И мы знаем Во время праздника Шикоут Именно об этом они и молятся И как и было прочитано Захария 14, 9 Говорится о празднике Шикоут Или о празднике кущей И Господь будет царем над всею землею И в тот день будет Господь един И имя Его едино И посмотрим 16 по 17 стих Затем все остальные из всех народов Приходивших против Иерусалима Будет приходить из года в год Знаете ли вы о чем это говорится Будут люди Которые переживут великую скорбь Будут люди, как и мы Которые пройдут через великую скорбь Они выживут И главы их стран Это были страны козлов И они выживут Это будут два вида людей на земле Есть люди, как и мы И люди, которые как мы Но с новыми телами Как и Мессия имел Это будет очень странно Но это скоро будет И дальше написано Будут приходить из года в год Для поклонения царю Господу Савофу И для празднования праздника кущей И будет если какой из племен земных Не пойдет в Иерусалим для поклонения царю Господу Савофу То не будет дождя у них Не будет дождя И так будет наказание Которое будет выдано во время тысячелетнего царства Когда Бог будет царствовать царем Потому что некоторые не хотят, чтобы он был царем Как и сейчас И вот что будет очень странно Если будут люди, которые Когда Бог уже сам будет на земле И они все равно Не захотят иметь ничего общего с ним Будет восстание На протяжении этих всех тысяч лет Если вы не осознавали это И заметьте Это в праздник кущей Знаете ли вы это, почему происходит В праздник кущей? Потому что это его день рождения И каждый год Когда все страны должны приходить И праздновать его день рождения И тот факт, что он царь над всей землей И это подводит нас к отрывку Торы Во второзаконе 33, первый стих Написано Вот бласовение Которое Моисей, человек Божий Бласовил сынов Израилевых Предсмертью Своею И так В этой главе Моисей Он бласовляет каждое из колен Или племен Притем, как он умирает И я думаю, удивительно, что Иешуа Перед чем, как он вошел Или был взят на небо Он также бласовил Учеников Не написано И вывел их вон из города Давифани И это на другой стороне Горы Ильон Сходя вниз Вместо того, чтобы Идя вверх И подняв руки свои Бласовил их И когда говорится, что Поднял руки Или подняв руки свои Бласовил их Делал ли он это, как Христиане делали? Нет, он делал так Он делал эту букву Он говорил Это священное бласовение И когда вы понимаете Это священное бласовение Когда священники Поднимали свои руки Чтобы бласовить Все смотрели на низ Потому что Это как будто Сила больше Нисходит И здесь Он на горе Ильонской Поднимает свои руки Чтобы бласовить И они видят Его пронзенные руки И они сразу Смотрят вниз Потому что Он говорит Это священное бласовение И что они видят Его пронзенные ноги И в то время Как смотрят на Его пронзенные ноги Его ноги Начинают возноситься И просто поднимаются В воздухе И я просто удивляю Я просто аж вижу Их удивление В то время Как это происходит Давайте посмотрим На второе законе 33 глава 2 по 4 стих Он сказал Господь пришел От Синайя Открылся им от Сиира Итак Это Синайя Где его слово Было дано Открылся им от Сиира Восел от горы Фарана И шел За темам Святых Одесную его Огонь Закона И написано Одесную его Огонь Закона И это Тора И она горела Можно сказать Тора Это его слово Его слово Горит И Истинно Он любит народ свой Все святые его В руке твоей И Они Припали К стопам твоим И здесь написано Что он любит людей И он говорит им Ваше наследие Будет Торой Потому что Я люблю вас Это удивительно И дальше написано И все Припалили Селью ног твоих Чтобы внимать Словам твоим И написано Закон Дал нам Моисей Наследие Обществу Якова И что-то говорит Что Тора Должна считаться Бласовением И они сидели В то время Как Бог Учил их Это становится Вашим наследием Кто из вас Или сколько из вас Кто-то ушел В вечность И у вас есть Их принадлежности Чтобы что-то было Хламом Что-то было Хорошими вещами А Бог Самое великое Что он может Дать вам Это свое наследство А в чем заключается Его наследство Это Тора Почему мы Хотели бы Устранить Или выкинуть Слышали вы Об этом Фильме Когда люди Идут В Гудвилл И они Что-то Находят То что стоит Миллион долларов А платят Только 10 долларов И Тора Это там Она настолько Драгоценна Некоторые Они просто Не видят Ценности в ней Итак Закон Должен был Считаться Законом Он был дан Из любви И Закон Который был дан Цариум И Матфея 15 29 по 30 Написано Перейдя туда Пришел Иисус К Борю Галерейскому И взойдя на гору Сел там И приступило К нему Множество народа Имея Со собой Хромых Слепых Немых Увечных И иных Многих И поверили Их к ногам Иисусовым И Он Исцелил Их И Он Исцелил Их Знаете У горы Синай Они Сели Его Ног И Он Учил Их А теперь Ишуа Живая Тора Они Положили Их У ног Его Он Говорит Слово И Он Исцеляет Их Если Вы Помните Шемиль Иццелет Следующий Четверг Это Так же Шем Которой Или Ликование В Торе Радоваться В Торе И Иоанна Седьмой Клаве Это Был Седьмой День Праздника Шикоут Когда Он Встал И Воскликнул О живой В воде Следующий День Это Восьмой День И Это Тот день Когда Должны Радоваться Ликовать В Торе Но Что Фарисей делает Они Приносят Эту Женщину Взятую При любодеянии И не хотят Использовать Тору Чтобы убить Ее И что мы Видим Написано В Иоанна Восьмой Главе И 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 Я думаю Удивительно Это Учителей Или Учителя «И уши твои будут слышать слово, говорящие позади тебя, вот путь, иди по нему». Иешуа был учителем, и это был мессианский титул. И даже в этих свитках Мертвого моря один из титулов для Мессии — это учитель. И это то, что происходит в Иоанна 8 главе. И посмотрим, что написано в Иоанне 23 глава 29 стих. «Слово Мое, неподобно ли огню, говорит Господь, и неподобно ли молоту, разбивающему скалу?» И этот великий камень. И мы знаем, что огонь также является светом. И в Притии 6.23 написано, «Ибо заповедь есть светильник, и наставление, или Тора, это свет». И вот почему в правой руке у Него является огненный закон, потому что закон является светом. Тора является светом. И в 2-й законе 33.5 написано, «И он был царь Израиля». И Иоанн — это также название, которое символизирует собой бласовен. И во 2-й законе 33.13-16. Вот в бласовене, которое Моисей говорит над Иосифом, «Есть фраза, которая повторяется здесь. «Да бласовит Господь». Об Иосифе сказал, «Да бласовит Господь землю Его, вожделенными дарами неба, росою и дарами бездны, лежащей внизу, вожделенными плодами от солнца и вожделенными произведениями луны, превосходнейшими произведениями гор древних и вожделенными дарами холмов вечных и вожделенными дарами земли и того, что наполняет ее бласовение, явившегося в терном кусте, да перейдет на главу Иосифа и на теме наилучшего из братьев своих. Итак, Иешуа также был взят от своих братьев в Иоанна 7 главе. Они сказали, иди, докажи самого себя. Это его братья на земле. Сказали ему это, иди, покажи себя. Да в каком месяце мы сейчас на библейском календаре. Это в месяце Чешери. И Чешери начинается с первого числа, и это также мы называем как Рошашана, или Ром Таруа. Но Рошашана, что это значит? Есть разница между главой года и первого года. Глава это как тело, можно подумать. Иешуа является главой всего. И когда говорится это глава года, это в том смысле, как и голова или халавана управляет действиями тела. И так как голова говорит, рука, возьми эту чашку кофе. Голова руководствуется действиями. И поэтому, как Рошана является главой года, это является центром всех нервов. это является тем, что будет грясти в году, как и голова управляет действиями тела. Рошашана является головой года в доконном смысле. Йом-Кипур является сердцем года. И так, когда мы осознаем, что Рошашана это глава года, как это центр всех нервов тела, контролирующий, что тело делает, это Рошашана. это когда Иран послал сто с лишним баллистических ракет на Израиле. И это значит, это предвестие многих войн, которые будут на протяжении следующего года. Вот что я видел, когда я именно это, об этом я говорил, что Америка в войне, когда я написал эту книгу. И мы должны психологически и эмоционально быть готовы к войне, которая происходит в Соединенных Штатах, а также и повсемирно на протяжении этого следующего года. И потом, что мы видим в 2-й законе 33-26-29 написано «Нет подобного Богу Израилеву, который по небесам принесся на помощь тебе и во славе своей на облаках, прибежище твой Бог древний». И вот это тот известный стих «И ты под мышцами вечными». Итак, если мы посмотрим на следующий стих во 2-й законе 34, посмотрим на эту фотографию. Кто знает, где была взята эта фотография? Я был там, и я взял эту фотографию. Это то место, где Моисей увидел обитованную землю. Это гора Неву, на которую он вошел и не было облаков в тот день, когда он был там, но мы видим снизу сколько мили ко всем этим городам и во все эти направления. Но написано в 2-й законе 34, 1, «И взошел Моисей с равнин Мавискик на гору неба, на вершину Фасхи, что против Ирихона». И он там стоял и написано в 4-м по 5-м стихе, «И сказал Господь ему, «Господь, вот земля, которой я клялся Аврааму, Исааку и Якову, говоря, семени твоему дам ее. Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь». И умер там Моисей, раб Господин в земле Мавиской, по слову Господню. И потом 6-й по 7-й стихе, «И погребен на долине в земле Мавиской против Беффигоры». Никто не знает места погребения его даже до сегодня. Знаете, почему никто не знает места его погребения? Потому что не хочет, чтобы кто-либо поклонялся Моисею или не хотят, чтобы кто-либо поклонялся Моисею. Второй законе 34, 8 по 12, «И оплакивали Моисея, сына Израиль, вы на равнинах Мависких 30 дней, и прошли дни плача, и сетования о Моисея, и Иисус, сын Авен, исполнился Духа премудрости, потому что Моисей возложил на него руки своей, и Бог потом повелел ему встань и перейди, иди в землю обетованную». И мы находим здесь не было более у Израиля пророка такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу по всем знамениям и чудесам, которые послал его Господь сделать земле египетской над фараоном и над всеми рабами его и над всею землею его и по руке сильной и по великим чудесам, которые Моисей совершил пред глазами всего Израиля. И был пророк, о котором было пророчество, что он придет и говорил, что он будет как Моисей. Давайте посмотрим на Хафтора, и мы потом возвратимся к этому. в Иезекииле, я не знаю, если вы знали это, но Иезекииле, 38 глава, и Захария, также это всегда были отрывками, отрывками Хафтора во время этих праздников, потому что эти события произойдут в это же время, это в это время, в какое-то год, мы не знаем когда, но это когда Гог-Химагог, эта война произойдет. Иезекииле, 38, 1 по 3 стих, «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обратилися твою Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и зерки на него пророчества, и скажи так, говорит Господь Бог, вот я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала». Итак, знали ли вы, что Гог значит на иврите? Как значит крыша, как крыша вашего дома? Вот что значит. Или верх жертвенника. И вот есть на иврите эти слова, Гог и Магог. Если вы знаете, на мировое число этих букв, это равно 70. Вот почему они убили 70 волов в праздник Шелкода, символизируя все страны мира, которые идут против Иерусалима. Это Гог и Магог. Это значит все страны мира. И это также значит крыша. Если посмотрим в Татарасаконе 22.8. Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей. И это словно человек старается построить себе что-либо, защищая себя от Бога, а смирение жука, когда вы видите небеса и землю, обитая в них. Итак, вся история, будем ли полагаться на Бога и находить безопасность в своем, или полагаться на Бога, или полагаться на свои способности. это, как бы сказать, шук, она является временным местом обитания. И что произойдет в это время года? Иезекиэль 38.18.20 И будет тот день, когда Гог придет на землю Израилу, говорит, Господь Бог, гнев мой воспалает в ярости моей и в веренности моей, в огне негодования моего. Я сказал истинно в тот день. произойдет великое потрясение на земле Израилевой и вострепещут от лица моего. Итак, написано, и вострепещут от лица моего рыбы морские и птицы небесные и звери полевые и все пресмыкающееся ползающее по земле и все люди, которые на лице земли и обрушатся горы и упадут утесы и все стены падут на землю. Это произойдет в праздник Шикот. И вот почему вы хотите быть именно в этой Шикоте. Вы не хотите быть на 14 этаже большого здания. Каждая стена пойдет на землю. Вот почему мы хотим быть в нашей Шикоте во время праздника Сукот, особенно когда мы видим это все происходит. Кто из вас когда-либо был в землетрясении? Кому из вас понравилось это переживание? Я много лет назад я работал в Терминекс и я был в Порт Орчарде там возле воды под домом. У него была большая проблема с муравьями и я был под домом и весь дом шатался а я там в подвале и я думал как бы мне отсюда вылезти. Иезекиэль 38-22-23 И буду судиться с ним моровой язвой и кровопролитием и пролю на него и на полки его и на многие народы которые с ним все потопляющие дождь и каменный град огонь и серую и покажу ему и покажу мое величие и святость мою явлю себя пред глазами многих народов и узнают что я Господь и теперь вот что удивительно слыша как люди говорят о последних временах многие думают что Гог Магог эта война произойдет в начале Великой Скорби нет это в самом конце Скорби и тот год война которая должна прийти это Исаия 17 и Псалом 83 война и потом после этого это когда Дамаск уничтожен а потом Захария 12 по 14 война и потом Иезекииль 38 Гог Магог война я сейчас вам докажу это сперва мы посмотрим на Иезекииль это война Гога Магога и посмотрим 39 глава 17 по 21 стих ты же сын человеческий так говорит Господь Бог скажи всякого рода птицам и всем зверям полевым собирайтесь идите со всех сторон сходитесь к жертве моей которую я заколю для вас к великой жертве на горах Израилевых и будете есть мясо и будете есть мясо и пить кров мясом уже сильных будете есть и будете пить кров князей земли баранов ягнят козлов и тельцов всех откормленных на васани и будете есть жир до сытости и пить кров до опьянения от жертвы моей которую я заколю для вас и насытитесь за столом моим конями и всадниками мужами сильными и всякими людьми военными говорит господь бог явлю славу мою между народами и все народы увидят суд мой который я произведу и руку мою которую я наложу на них и откровение 19 это говорится к концу скорби увидят я одного ангела стоящего на солнце и он воскликнул громким голосом говоря всем птицам летающим по середине неба летите собирайтесь на великую вечерю божию чтобы пожирать трупы царей трупы сильных трупы тысячи начальников трупы коней и сидящих на них трупы всех свободных и рабов и малых и великих и когда мы совпоставляем эти два стиха это мы видим война которая происходит к концу великой скорби но посмотрим на это откровение 27 по 9 есть еще одна война вторая гога и магога когда же окончится тысяча лет сатана будет освобожден из темницы с водей и выйдет обольщать народы находящиеся на четырех углах земли гога и магога и собирать их на брань число их как песок морской и вышли на широту земли и окружили стан святых и город возлюбленный и не спал огонь с неба от бога и пожирал их и мы видим есть больше чем одна война гога магога одна в начале в начале а другая в конце одна в конце великой скорби другая в конце тысячелетнего царства и еще мы видим кто из вас хотел бы быть на брачном пире анца и все приглашены но вопрос за каким столом хотите вы быть за тем столом где едят или тот стол за которым вас едят мы все можем быть будем на этом брачном пире давайте посмотрим Иеремия 34.8 слово которое было к Иеремии от Господа после того как царь Седекия заключил завет со всем народом бывшим в Иерусалиме чтобы объявить свободу чтобы объявить свободу и все библейские ученые которые находятся здесь если он провозглашает свободу какой-то год вы провозглашаете свободу в юбилейный год но также провозглашаете в Шмидта год и вопрос было ли это Шмидта год или юбилейный год о котором говорится здесь помните ли вы почему он провозглашил свободу как долго находился Израиль в Вавилоне сколько лет 70 лет почему они были в Вавилоне на протяжении 70 лет они не исполняли Шмидта года на протяжении 490 лет на протяжении 490 лет 70 раз они должны были провозглашать Шмидта года год отдыха но они никогда не исполняли Шмидта цикла они никогда не освобождали пленных на свободу экономически и так что все делают когда они в проблеме они взывают к Богу вы не взываете к Богу в добрые времена вы взываете к Нему в трудные времена и так что делать Изеки он говорит если мы будем следовать Господу то он защитит нас от Вавилона и Язеки провозглашает свободу всем наконец-то мы будем исполняющими это год после 490 лет и все те кто были в плену он освобождает тех кто и Египет приходит защищать Израиль и потом Вавилон или Нафотоносер отступают и весь народ воздал славу Египту а не Богу и они последовали его слову и они опять взяли поставили всех в экономическое рабство и это все произошло в Шмидта год когда вы читаете эту статью именно об этом в этом заключалась вся суть и Реми и Закили жили в то же самое время Иезекиил Вавилон и Реми в Иерусалиме Иезекиил 40 глава 1 стих есть много здесь дат и написано в 25 году по переселению нашим в начале года в 10 день месяца в 14 году по разрушению города и так было ли это в месяц Ниссан или Чешири они оба начала являются началом года в 10 день месяца в начале года в 10 день месяца Йом-Кипур когда мы провозглашаем свободу это на Йом-Кипур и в 14 году по разрушению города и так я хочу разложить это по полочкам для вас вот каждый квадрат это 7 лет и город был поражен в 33 61 если вы прибавите 14 то это 33 75 и это в конце Шмидта года входя в следующий год или перед началом следующего года и мы также видим что это было начало года 10 года и это 33 75 и Риме 34 8 увидим что это был Шмидта год и так вот где они не исполняли Шмидта год и вот почему в следующем году храм был уничтожен и вот где пленение начинается в 33 50 когда Навуходоносор пришел и взял и Акима и и поставил царя царя языки или седекию и так это был юбилейный год это не был юбилейный год хотя это был Йом-Кипур потому что юбилейский юбилейный горы он был здесь видели кто-либо каков был когда был юбилейный год как мы можем знать что это был юбилейный год как вы знаете когда Шмидта год происходит как мы знаем что это Шмидта года делим на 7 как мы знаем когда юбилейный год это если номер не только делим на 7 но также делим и на 49 это значит следующий год это юбилейный год это все математика итак подытоживая мы будем читать Иисус Навин 1 глава 1 по 3 стих это все взаимосвязано по смерти Моисея раба господня Господь сказал Иисус сыну Навин служителю Моисееву Моисея раб мой умер итак встань впереди через Иордан сей ты и весь народ сей но 6 по 9 стих написано будь тверд и мужествен ибо ты народу сему передаш во владение землю которую я клялся отдать клялся сам их дать только будь тверд и очень мужествен и тщательно храни и исполняй весь закон который завещал тебе Моисея раб мой не уклоняйся от него ни направо ни налево дабы поступать благоразумно во всех предприятиях твоих да не отходит сей да не отходит сей книга закона туз твоих но получайся в ней день и ночь дабы в точности исполнять все что в ней написано тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно вот я повелеваю тебе будь твердый мужествен не страшись и не ужасайся ибо с тобой Господь Бог твой везде куда не пойдешь и 16 по 18 стих народ отвечает они в ответ Иисусу сказали все что не повелишь нам сделаем и куда не пошлешь нас пойдем как слушали мы Моисея так будем слушать тебя и тебя только Господь Бог твой да будет с тобою как он был с Моисеем всякий кто воспротивится по велению твоему и не послушать слов твоих во всем что ты не повелишь ему будет предан смерти только будь тверд и мужествен и это то что мы всегда говорим когда мы заканчиваем заканчиваем книгу книгу Торы и последнее что мы сделаем здесь мы всегда раскрываем свиток и следующую неделю мы начнем с бытия 1.1 я очень рад об этом а так давайте мы все встанем и скажем эту молитву и все кто имеет лу-лав и а-трак подойдите вперед и мы машем вперед если у кого-либо и так казак 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 будь силен бей силен и да будем мы все подкреплены наш отец наш царь мы благодарим тебя что ты любишь нас настолько и ты повриваешь нам ликовать и то что я прошу господи чтобы каждый из нас просто осязал то что будет происходить пророчески в этом году и психологически мы готовы и отец мы приблизились к тебе я благодарю тебя за всех тех со всего мира и со всех Соединенных Штатов и всех тех поместных кто через свои пожертвования тебе твоему слову твоей работе мы просто работаем для тебя и ты работаешь через нас я благодарю тебя за всех тех кто дает пожертвования десятины чтобы помочь распространить свет твоей торы всем народам во имя ишу аминь все вместе бласовен ты Господь наш Бог Создатель и Царь Вселенной ты бласовен нас твоей торой истины ты бласовен нас твоим полным советом твоего живого слова силой духа твоего святого через завершенную работу Мессии Иешуа ты един насадил посреди нас жизни вечную бласовен ты Господь наш Бог аминь идите на перерыв аминь аминь возьми этот жар и прикоснись к нашим губам я думаю о том когда Исаак говорил это и он восклицал свят 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 и потом Господи ты просил нас быть святыми чтобы быть отделенными от этого мира и отец сейчас мы хотим сейчас быть заступниками и годатайствовать за тех кто имеет физические недуги немощи ушибы мы хотим листся за всех наших близких любимых которые в госпиталях или в домах по уходу может быть у них есть физические эмоциональные психологические недуги мы хотим преподнести наших любимых сейчас чтобы ты с небес прикоснулся ты великий целитель и отец мы знаем многие люди в это время также нуждаются в финансовых ресурсах в которых они нуждаются и отец мы хотим преподнести всех тех которых мы знаем которые нуждаются в работе или в машине или в доме или в еде за столом отец мы просим встреч нужды твоего народа используй нас в этом процессе и мы также хотим преподнести нашу страну сейчас здесь в Соединенных Штатах мы хотим вложить весь результат в твои руки чтобы твоя воля была исполнена чтобы верующие их шли и голосовали отец чтобы они были активны в своей поддержке голосуя за лучшего человека тот кто будет более исполнять твою волю отец мы также этим преподнести народа израильев и ты повелеваешь нам ликовать и мы будем радоваться мы благодарим тебя за милость и что война оканчивается чтобы твоя воля была мы просим чтобы Амалик этот дух был уничтожен этот дух во имя Иисуса был уничтожен аминь вы можете присесть и как вы знаете мы не только показаны прямом эфире но на нашем обстоятельстве но также на ютубе и с фейсбук и и сейчас 46 штатов смотрят нас и есть люди которые смотрят из Израиля Скотландии в Филиппинах Индия Найджерия Кенья и Сент-Крогс и мы настолько мы благодарны за тех тех кто смотрит нас со всего мира и мы будем говорить Ашминия Церет и что значит Ашминия Церет это собираться вместе в восьмой день и вы знаете что день с Господом это как тысяча лет у нас есть семь тысяч лет шесть тысяч лет человечества и семь и седьмое тысячелетие это и потом восьмое тысячелетие когда новое небо и новая земля и все заново начинается я хотел бы поговорить о номере восемь также если смотрите или читайте 2 Петра 2 глава 5 стих написано если не пощадил первого мира но в восьми душах сохранил семейство Ноя проповедника правды когда навел потоп на мир нечестивых сколько людей были на ковчеге 8 и Ной когда написано Ной был восьмым человеком это значит он был восьмым человеком выйти из корабля капитан всегда идет с кораблем все выходят и потом когда говорится что Ной был восьмой это значит восьмой кто сошел с корабля с ковчега и это символизирует новое начало новое время но давайте послушаем следующее обрезание было восьмой день а какова важность обрезания именно то что обрезание восьмой день и посмотрим те 17 и 12 8 дней от рождения да будет обрезан у вас в роды вашей всякий младенец мужеского пола рожденный в доме и купленный за серебро какого-нибудь иноплеменника который нет твоего семени и обрезание это было прообразом настоящего обрезания которое является обрезанием сердца и это обрезание нашего сердца было сделано без рук человеческих колоссианов 2 глава 11 стих в нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным с влечением греховного тела плоти обрезанием христовым и в нем вы обрезаны обрезанием нерукотворенным с влечением греховного тела плоти он обрезает наше сердце обрезая эти плотские желания то что нас всегда тревожит это мир это плоть это дьявол и бог желает обрезать наши сердца чтобы мы не ходили по плоти но мы ходили по духу посмотрим Иеремии 9 глава 26 стих написано Египет и Иудею заметьте что говорится и Иудею египтяне не были обрезаны но Иудеи были обрезаны Египет и Иудею и Эдома и сыновей Омоновых и Мава и всех стригущих волосы на висках обретающих пустыне ибо все эти народы не обрезаны а весь дом Израилев с необрезанным сердцем и проблема со всеми людьми Израиля их сердца не были обрезаны Исо 22 29 стих немедли приносите мне начатки от гумна твоего и от чела твоего отдавай мне первенца и сынов твоих тоже делай с волом твоим с овцой твоей семь дней пусть они будут при матери своей а в восьмой день отдавай их мне восьмой день символизирует того что это отдана Богу это посвящено Богу и что произойдет с новым небом и с новой землей все будет подвластно Богу я хотел бы поговорить вам о том насколько удивительно удивительно номер восемь восемь это первый 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 квадрат или первый куб если правильно сказать и святой святых в скине это было кубом святой святых в храме было кубом Новый Иерусалим в Откровении является кубом и это все связано с номером восемь например все дети праведной стороны праведной родословия от Адама до Иофета мы прибавляем номер вое число их имени это тридцать и шестьдесят восемь и это делимо на восемь вы посмотрите на линию Каина это тринадцать а тринадцать это номер восстания только Бог мог так сделать где номер восемь это в родословии праведных и тринадцать в родословии неправедных и вот у нас есть Ной и его три сына и мы прибавляем их на мировое число и мы получаем девятьсот тридцать шесть и это также делимо на восемь и потому что Хам не был самый праведный мы можем забрать его и знаете и теперь число восемь 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 это неправедное и окно в ковчуге было одним локоть один локоть на один локоть на один локоть и скинье было кубом который является десять кубов Соломона храм был восемь тысяч локтей и новый иерус является кубом двенадцати тысяч или давайте посмотрим исо двадцать два двадцать локтей шириной в двадцать локтей и вышиной в двадцать локтей итак это было в два раза больше чем в скинье которое было в десять локтей ширины и длины и высоты итак откровение двадцать четыреста по семнадцать стена города имеет двенадцать оснований и на них имена двенадцати апостолов анса не двенадцать попов а двенадцать апостолов анса ковыревший со мной имел золотую трость для измерения города и ворот его и стены его город расположен четвероугольником и длина его такая же как и широта и измерил он город тростью на двенадцать тысяч стадий длина и широта и высота его равны. И стену его измерил во 144 локтя, мерою человеческую, какова мера и ангела. Итак, Богу также нравятся стены, Богу нравятся границы. У него нет проблем строить стены. В БТ 6.16 написано, и сделай тверстие в ковчеге, и в локоть сведи его вверху. Я думаю, это интересно. Номер восемь, это как новое начало, это как кубы, это совершенство. И посмотрим Левит. 23.36 В течение семи дней приносите жертву Господу. В восьмой день священное собрание добудет у вас, и приносите жертву Господу. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. И это ацерит, это собрание, это ацерит. Семилия ацерит, это значит, это восьмое собрание. И что это значит на самом деле? Задумайтесь об этом следующим образом. Скажем, у вас большой праздник дома, и ваши близкие друзья, родственники приходят, но у вас также есть, может быть, сто соседей, которые приходят. И праздник заканчивается в седьмой день, и все возвращаются домой, кроме ваших самых близких друзей и родственников. Вы просите, если они еще останутся на дополнительный день. Вот в чем заключается восьмой день. Сукхот – это для всех народов мира. А потом все народы идут домой в седьмой день, а Израиль остается еще дополнительный день с Господом. И так мы должны думать о восьмом дне. Это особенное приглашение, когда Бог желает приблизиться к вам, к своей семье. Будет большое празднование для всего мира. Все тело Мессии не станет невестой. Для некоторых это станет шоком. Некоторые думают, что каждая вершина будет частью невесты, каждая вершина является частью тела. Но как часть тела Адама стала невестой, так и часть тела Мессии станет невестой. И мы хотим быть наиближе, как мы можем к Мессии. И посмотрим 2 Петра, в 3 Глива, 12 по 13 стих. Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в который воспламененные небеса разрушатся, и разогревшиеся стихи растают. Впрочем, мы по обетованию его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, номер 8. И Шимили Этсарет. Помните, праздник Кущей? Кущи говорят о временном месте обитания. И это наше тело, это земля, это небо, это временное место обитания. Но есть время, когда все будет устранено, и 8 день, или 8 тысячелетие, 8 тысячелетний день, это когда мы начнем заново. Можете ли вы представить Исайя 34.4? И слеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадет лист с виноградной лосы. Кто из вас у вас на улице, вы видите просто, как листья везде падают на землю. Можете ли вы представить, как вы видите, как все звезды падают теперь на землю? Это будет ужасно. на все звезды. Посмотрим Исайя. 66.22.24. 66.22.24. Ибо, как новое небо, и в английском написано множественное число, новые небеса. И Павел был на третьем небе, а говорят, что есть семь небес, и это потому, что есть семь разных и словно еврейском для неба. Написано, ибо как новое небо и новая земля, которые, я смотрю, всегда будут при лице Моим. Тогда из месяца в месяц и субботы в субботу будет приходить всякая плоть перед лицом Моим на поклонение, говорит Господь. Когда говорится из месяца в месяц, это значит каждый месяц, и субботы в субботу значит каждую неделю. И это значит новомесяча, и субботы это все равно важный. И кто из вас знает, что мы все равно будем иметь и свободную волю на небе? Многие думают, я могу еле дождаться до на небо, потому что я не буду переживать о грехе, потому что Бог заберет мою свободную волю. Нет, у вас все равно будет свободная воля, потому что Бог не хочет искусственный интеллект, который представлял бы его просто роботов. Кто из вас хотел бы, кто хотел бы, чтобы робот говорил вам каждый день, я люблю тебя, я люблю тебя. Бог не хочет это. Задумайтесь об этом. Во время тысячелетнего царства Бог сам будет на земле на протяжении тысячи лет, и люди все равно будут восставать. И все мы понимаем, что даже если Бог на земле на протяжении тысячи лет, все равно будут люди, которые будут восставать против Него. И Бог это делает, чтобы когда новое небо и новая земля придут, мы поняли, мы должны вести себя правильно. И что Бог будет использовать как способ, чтобы напомнить нам. Из месяца в месяц и субботы в субботу будут прийти всякая плоть перед лицем Моё на поклонение, говорит Господь, и будут выходить и увидят трупы людей, отступивших от Меня, ибо червь не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. И во время тысячелетнего царства дьявол не будет угнетать нас, и потом у нас будет сильная мотивация не делать плохого так же. Но мы должны понимать, Бог должен сделать нечто, потому что смотрите, что произошло во время тысячелетнего царства, даже во время тысячелетнего царства они все равно восстали, и на небе даже восстали, хотя на небе это все происходило, и Бог должен иметь нечто, чтобы мотивировать нас. Исайя 25.8 написано, поглощена будет смерть навеки, и отрет Господь Бог слезы со всех лиц, и снимет поношение народа своего по всей земле, ибо так говорит Господь. Итак, поношение своего народа, это значит ненависть по отношению к Израилю будет забрано или убрано, и то, что Иоанн видел, и Иоанн также знал о написаниях Исаия, и увидел я новое небо и новую землю, ибо прежде небо и прежде земля миновали, и моря уже нет, и я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенный для мужа своего, и услышал я громкий голос с неба, говорящий, все сгиня Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их, и отрёт Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, все твори все новое, и говорит мне, говорит мне, напиши, ибо слова сии истины верны, я могу еле дождаться до того времени, когда будет новое тело, новое небо, новая земля. Давайте посмотрим одну минутку на Иезекииля, мы чуть-чуть говорили об этом, говорили об этом в это утро, 38 глава, опять верят, Израиль верит, и я верю, что события в Иезекииля 38, это прочитано каждый год в праздник в Сукот, и это, я верю, произойдёт, эти события произойдут в Сукот. Мы должны понять Божьи обычаи, и написано, ибо ко мне Слово Господне, Сын Человеческий, обратилися твой Гогу в земле, Магог, князю Роша, Мешеха, Ифувала, Иезеки, на него пророчество, и скажи, так говорит Господь Бог, вот, я на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха, Ифувала, кто был Гог? Кто был Гог? Не Магог, а Гог? Гог пришёл из колена Рувимова. Вы видите, это первое Парелепоминон, и о пятой главе. Я думаю, это очень удивительно. И давайте посмотрим дальше Откровение, двадцатая глава, седьмой по восьмой стих. Задумайтесь об этом. Когда тысяча лет заканчивается, это значит, Мессия. И вот что будет очень удивительно. Осознаете ли вы, что есть народы, которые придут против Иерусалима в Захарии 14, написано. Это будет в празднике Кущей. Написано, те, кто останутся из тех народов, они должны будут прийти и прославлять царя каждый год, поклоняться ему, или на них будет казнь и не получат дождя. Итак, люди, как и мы, пройдут через тысячелетнее царство, но Библия говорит, что те, кто родятся в то время, они будут жить по несколько сотен лет. Но то, что удивительно, что и потом будут мы, также, которые будем иметь новые тела, и мы не будем там в облаках, мы будем здесь. И потому что ящик быть с Господа, потому что Он будет здесь во время тысячелетнего царства. И в Откровение 27 по 8, когда же окончится тысячелет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы. находящийся на четырех углах земли, Гога и Магога. Есть две войны Гога и Магога. Есть Гог и Магога в конце Великой Скорби и еще один Гог и Магога в конце тысячелетнего царства. И собирать их на брань, число их, как песок морской. и собирать их на брань, число их, как песок морской. Что это вам говорит? Даже когда Бог Сам на этой земле, когда Он правит и царствует, большинство все равно будут восставать, они восстанут после тысячи лет Его правления. Невероятно ли это? И в Тарасаконе 22.8 «Если будешь строить новый дом, то сделай перила около кровли твоей». Что слово на иврите для «кровля» это Гога. Это значит крыша или кровля. И это битва сильного дома с большой крышей, который защищает их от неба, чтобы небо не уничтожило их, например, чтобы ветер, дождь, град не уничтожил. Итак, человек своей гордости старается построить сильную крышу, чтобы защитить себя от неба. А есть смирение. Это маленькая шука. И Бог говорит, хотел, чтобы вы были в этой шука во время праздника кущей. И эта шука это там, чтобы вы видели небеса. Итак, человек, который говорит, смотри, что я могу построить, чтобы защитить себя от неба, а это шука, который говорит, я хочу видеть или иметь отношение с Богом, и он будет тот, кто будет защищать меня от этих бурь и ураганов. Итак, Гог символизирует философию, что человек может изолировать себя от небесных сил неба. и магог, это те, кто стараются проявить эту философию или установить ее на земле, и гоги-магог, это силы зла, которые вовлечены в то, чтобы уничтожить, уничтожить народ Божий. И Аввакум, 2 глава, 14 стих, написано, «Ибо земля наполнится познанием славы Господа, как воды наполняют море». Есть намного больше воды, чем грязи, и познание Господа будет везде. И вот, что мы должны знать, когда мы думаем о Пасхе. Израиль вышел из Египта, не так ли? Но помните ли вы, что многие из них хотели возвратиться в Египет? У них было чеснок, рыба, у них была другая еда. Они забыли о том, что их дети были убиваемы. Они просто вспомнили те выдачки государства. Израиль должен был сделать решение, принимать свою свободу, или чтобы государство обеспечило их обыкновенные нужды. Мы будем или снимать цепи контроля государства над нашей жизнью. Это опять мы видим сегодня эту битву. Хотим ли мы настоящую свободу или хотим ли мы полагаться на государство, чтобы оно заботилось о нас. Это очень важно. Это то, что происходит сейчас. Тоже самый выбор, который предстоит сейчас Америке. Я не знаю, если вы знаете, но говорят, что 4 из 5 евреев остались в Египте. Только 1 из 5 вышел. Многие из них предпочитали оставаться в Египте, а не хотели выдачку государства. Одна перспектива Бог дал это облако славы, чтобы защитить их. Итак, жукоуты. Это праздник собирания. Это когда мы думаем, это приобретение наших рук, и мы думаем, мы обеспечены, мы защищены. Жукоуты, это когда мы благословены, мы приносим всю жатву, и мы можем иметь мысль, что это мои руки, которые дали мне, перебрели мне все это показство, не осознавая, что это солнце, дождь, это Бог, кто дал вам этот великий урожай. Трозаконие 18, 15 по 18, посмотрим на следующее. Написано, пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой. Его слушайте, так, как ты просил Господа Бога твоего прихориве в день собрания, говоря, и если этот новый пророк будет, как Моисей, что это значит? Он будет исполнять закон. Говоря, да не услышу впредь глаза Господа Бога моего и огня сего великого, да не увижу более, дабы мне не умереть. И сказал мне Господь, хорошо то. И это самая большая проблема с идуизмом. Они хотят слышать от Моисея, слышать от Моисея, а не от Бога. Это настолько важно. Смотрите, что дальше говорится здесь. И сказал мне Господь, хорошо то, что они говорили. Я воздвигну им пророка из среды братьев их такого, как ты и вложу слова маи пуста его, и он будет говорить им все, что я повелю ему. И знаете ли, есть многие верующие, которые говорят, мы только делаем то, что Иисус говорит, мы не должны делать то, что отцы говорили. Они говорят, мы не должны делать то, что отец нам говорит, только то, что Иисус говорит, но Иисус исполнял то, что исполнял то, что Отец говорил ему. Итак, когда фарисеи шли к Иоанну Крестителю, они спросили, являешься ты Ильей, являешься ли ты тем пророком? Нет. Потому что они знали, один из титулов Мессии — это пророк. Посмотрим в Иоанна 7, 37 по 40, что происходит. Это в праздник кущей происходит. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря, кто жаждет, иди ко мне и пей, кто верует в меня. У того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Все сказал он о духе, которого имели принять, верующие в Него. Ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Но есть народа, услышав все слова Гаврили. Он точно. Кто? Пророк. Они говорят о Торе здесь. И в Иоанна. Восьмой главой, шестой по восьмой стих. Помните, это Шемилия Царет. Это последний день в Иоанна 7. А теперь это Иоанна 8 глава. Это Шемилия Царет. И это... Они испытывали Его с этой женщиной, взятой в прелюбедяние, чтобы найти что-нибудь ко вне Него на Иисус, наклонившись, низко писал перстом на земле. Кто знает, что Он писал на земле? Кто не знает, что Он писал на земле? Кто хочет знать, что Он писал на земле? Я вам скажу. Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без реха первый бросил на Него камень?» И опять, наклонившись низко, писал на земле. И когда видели то, что Он писал, смотрите, что происходило. Они же, услышав то, и будучи обречаемой совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до последних. Они были просто полностью опозорены и в стыде. Ранее, прежним днем, они отвергли этот источник живой воды. И теперь, вот что Он писал в Иереме 17, 13 по 14. «Ты, Господи, надежда из Ральва, все, оставляющие тебя постремятся, отступающие от Меня, будут написаны на прахе, потому что оставили Господа источник воды живой». Он говорил их имена на земле, и, видя свои имена, они уходили в стыде. И потом мы видим в Откровении 21, 6 по 7. Есть источник воды здесь. «И сказал мне, свершилось, совершилось, и я есмь Альфа и Омега, начало и конец, жаждущему дам даром от источника воды живой. И не нужно платить за это». ИСа 55, 1. «Жаждущие, идите все квоты. Даже и вы, у которых нет сервера, идите, покупайте и ешьте, и идите, покупайте без сервера и бесплатно вино и молоко». Откуда мы получили эту идею барбекю? Бесплатно, без цены? Нет. Почему они всегда молились о воде, как я и говорил. Это пустыня. Они получают вообще никакого дождя в мае, июне, июле, августе, сентябре, и в праздник каждый год. Они молятся о дожде, и когда начинается этот сезон дождей. «Пять месяцев без воды в пустыне». И посмотрим языки Илья, 47 глава, 2 по 5 стих. «И вывел меня северными воротами, и внешним путем обвел меня к внешним воротам, путем обращенным к востоку». И когда мы смотрим к востоку от Иерусалима, мы видим гору Ильонскую, и вот вода течет по правую сторону. Вода течет по правую сторону. Когда тот муж пошел на восток, то в руке держал шнур, и отмерил тысячу локтей, и повел меня по воде. Воды было по лодыжку. Еще отмерил тысячу, и повел меня по воде, и воды было по колено. Еще отмерил тысячу, и повел меня, воды было по поясницу. Еще отмерил тысячу, и уже тут был такой поток, через который я не мог идти, потому что вода была так высока, что надлежало плыть, а переходить нельзя было этот поток. Если вы помните, в Захарии 14 гора Ильонска, она раздвояется на две части, и с севера на юг, не с востока на запад. И все горы идут с севера на запад, или с севера на юг. Есть большая долина, и у нас есть новый храм из Кили, и это говорит о том, что вода будет течать с востока на запад. Одна идет в Средиземном море, другое в Мертвом море, и исселяет его, и будут рыбы в Мертвом море. Для всех вас, рыболовов, во время Тысячелетнего Царства у вас будет прекрасное время. Так, давайте мы все встанем. Мы чуть-чуть раньше закончимся, потому что у нас сегодня есть этот барбекю. Наш Отец, наш Царь, мы благодарим Тебя за все, что Ты делаешь. Открой наши глаза, чтобы мы видели пророческое понимание того, каково время. Мы хотим знать, каково время, чтобы мы знали, что делать, как и сыны Сахара, которые имели понимание времен. И, Отец, мы благодарим, что Ты дал нам понимание времени, чтобы мы знали, что нам делать. И, Отец, я прошу, чтобы Ты благословил твой народ, как и Ты сказал Аарону сделать. Да благослови Тебя, Господи, сохранит Тебя, да презрит на Тебя, Господь, светом лицам Своими, и помилует Тебя. Да обратит Господь лицество на Тебя, и да Себе мир. И в это прекрасное имя. Айя Ашер Айя. Аминь. Идите, ешьте. Субтитры создавал DimaTorzok